Здравствуйте! Новости Дагестана на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов. Коротко о главном. Огласка в сети и заявление об уходе. Врач одного из трампунктов ушел с работы, не согласившись с условиями труда. Подробности через несколько минут. Благородный труд должен быть благодарным. О судьбе учителя. Одной из гимназий сегодня в выпуске. При падении машины в обрыв в Дагестане погибли три человека. Легковой автомобиль упал в пропасть неподалеку от села Цудахар Левашинского района Дагестана. Водитель не справился с управлением. Машина перевернулась на крутом склоне и упала в пропасть. Погибли 19-летний водитель и двое его пассажиров. В Махачкале четыре человека отравились газом в частном жилом доме по улице Буйнакского. Пострадавшие доставлены в республиканскую клиническую больницу. После оказания медицинской помощи двое отпущены домой. Еще два человека 1978 и 2010 годов рождения находятся под наблюдением. Специалисты МЧС устанавливают причину утечки газа. Заведующее отделением лучевой диагностики республиканского травмпункта написал заявление об уходе после видеообращения, адресованного Минздраву Республики, где он обратился с жалобой на условия работы. Наша съемочная группа попыталась выяснить причины произошедшего и выслушала обе стороны конфликта. Сегодня он в родной больнице гость, однако тут гостю совсем не рады. Заведующего отделением лучевой диагностики пропускают к рабочему месту, но не сразу. Темнота и пыль, маленькие помещения вместо порядочного архива, бумажная свалка – именно эти кадры разлетелись ранее по соцсетям. Сопровождали они и видеообращение, адресованное к Минздраву Республики, где врач обратился с жалобой на условия работы. В больнице заявлению своего коллеги удивлены. Проблемы есть, но они решаются. Например, архив к приезду съемочной бригады уже перенесли. К сожалению, статистика такая, что 90% населения обслуживается на МРТ сегодня в республике, который находится в госучреждениях, на платной основе. Я знаю, я работал не только в этой больнице и в другой. Это такая статистика. Я в данный момент не знаю картину, которая происходит в других больницах, но на сегодняшний день в моей больнице происходит именно так. Это связано, скорее всего, с созданием искусственных очередей по непонятным для меня причинам. Значит, у нас со всей республики направляется население только в диагностический центр, в республиканский диагностический центр на Казбекова. И они вынуждены стоять в очередях по полгода. Тогда, когда есть оборудование в госучреждениях, когда можно перенаправлять и не создавать эти искусственные так называемые очередя. Последней каплей для Салима стало то, что современный мультиспиральный компьютерный томограф стоимостью около 50 миллионов рублей собираются устанавливать в узком помещении, в котором, по словам врача, в случае экстренных ситуаций невозможно будет развернуть даже каталку. Вот здесь, видите, это стена. Это стена. Это стена при чём? Это не стена. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Это стена ненесущая. Вот здесь, значит, до сюда идет ненесущая стена. Ее можно свести, и там тоже идет вот такой же проем. Здесь можно поставить широкую дверь. Даже это они не рассматривают. 120 сантиметров должна быть входная дверь. Здесь 90 сантиметров. Здесь сюда каталка широкая, не заедет. Больничный произвол или капризы врача. У главврача своя версия происходящего. Помещение для установки дорогостоящего томографа выбрал сам Салим, а предложение о расширении кабинета поступило в процессе ремонтных работ. К тому же место установки аппарата выбрано не случайно. Кабинет располагается на первом этаже, рядом с приемным отделением, чтобы в случае необходимости максимально быстро провести обследование. Помещение уже готово. Проект согласован с компанией-поставщиком оборудования, специалисты которого и подготовили техническое задание. Приехали проектировщики фирмы «Филипс», которые поставщики этого оборудования. Посмотрели это помещение, другое помещение посмотрели. Они остановились на этом помещении. Есть проект, который согласован с этим. Два раза проектировщики приезжали. Замеры там были выполнены с участием. Вот Салим Магмановича принесли. Практически все внутри работы завершили уже, ремонтные работы к этому времени. Салим Магманович обратился, что эту стену надо вынести. Я ему сказал, я не могу просто, это же не просто так, захотел я вынести, не захотел, не вынести. Это же не часто, это требует определенных процедур. Там же у нас находится приемное отделение, рядом рентген-кабинет. Мы перенесли туда же УЗИ, чтобы это все в комплекте в одном месте было. Экстренно поступает оттуда. Это все рядом, под рукой, как говорится. Это же не мой каприз. Это же было, я опять-таки возвращаюсь, согласован с заведующим отделением. Он предложил, я опять-таки возвращаюсь в это помещение. Я с ним согласился, чтобы раз у нас экстренные пациенты там поступают, чтобы туда-сюда не таскать пациентов, все, что можно было сделать на месте. По словам сбунтовавшегося врача, этот томограф ждет та же судьба, что и МРТ, на котором, по его словам, за пять предыдущих лет 90% исследований провели на платной основе, что принесло примерно 30 миллионов рублей. При этом министерства говорят обратное, отмечая, что в одну смену в данном отделении бесплатно по ОМС обследование проходит порядка 60 пациентов. Это 80% исследований. Какая из этих цифр соответствует действительности, разбирались и активисты ОНФ. По поводу именно установки этого аппарата, здесь речь идет о том, что Роспотребнадзор может не дать акции ответствия для проведения дальнейших работ. То есть, когда аппарат будет установлен, Роспотребнадзор может не принять это помещение и не разрешить работать на этом аппарате, потому как не будет соответствовать тем техническим условиям, которые были предъявлены. Главврач сегодня ссылается на то, что поставщик оборудования принял это помещение, техническое задание было одобрено, и ремонтные работы были проведены в соответствии с требованиями поставщика. Но, я думаю, что мы сегодня обратимся в Роспотребнадзор, чтобы они дали предварительное заключение, возможно ли установка аппарата и дальнейшая эксплуатация в тех условиях, которые на сегодняшний день созданы руководством больницы. Тем временем заведующий отделением лучевой диагностики Салим Халетов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сказать честно, я написал заявление об увольнении и, значит, заявляю, пока лично представители Минздрава и лично министр передо мной не извинятся за ту клевету, которую на меня навели, я его отзывать не собираюсь. Такое заявление подано уже заместителю главного врача, который исполняет обязанности главного врача. Спасибо. Луиза Раджабова, Гаджи Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Мэрия столицы установила денежную норму в день на питание в детских садах города. Постановление об этом было опубликовано на официальном сайте городской администрации 20 января. В нем, в частности, говорится, что в детских садах в группах с 12-часовым пребыванием детей денежная норма на питание одного ребенка в день установлена в сумме 102 рубля 11 копеек. В группах с 24-часовым пребыванием детей эта норма составит 120 рублей 13 копеек. В дошкольных образовательных учреждениях в группах с туберкулезной интоксикацией 151 рубль 26 копеек на одного ребенка в день. В образовательных учреждениях интернатного типа и коррекционных центрах 171 рубль 94 копейки. Забота о воспитании детей стала одной из главных тем в недавнем послании главы государства Федеральному собранию. Особое внимание при этом предложено обратить на увеличение оплаты труда классных руководителей. Трудно переоценить вклад этих педагогов в воспитание детей. Они сопровождают их от первого урока до последнего звонка, давая путевку в жизнь. О судьбе учителя, отдавшего всю жизнь школе и откликах благодарных учеников в нашем сюжете. Преподавание – достойное занятие. Но достойно ли оцениваемое, учитывая невысокую заработную плату педагогов? На территории 40 регионов России преподаватели до сих пор имеют заработную плату в размере 15 тысяч рублей. А это чуть больше прожиточного минимума. Решение поднять зарплаты учителям школ давно требовало воплощения в реальность. Но пока такой чести удостоились только классные руководители. Президентам страны Владимиром Путином было предложено доплачивать им за их деятельность. Ближе всего к ученикам их классные руководители. Такая постоянная, каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей – это огромная ответственность. И она, конечно, требует особой подготовки наставников и их особой поддержки. В этой связи считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям. В размере не менее 5 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета. За свои 30 лет преподавательской деятельности учитель русского языка и литературы Узья Талидаева воспитала огромное количество учеников. Выбирая профессию педагога, она ставила перед собой цель внести вклад в воспитание подрастающего поколения. Быть учителем для нее в первую очередь призвание, но материальный вопрос, как и для любого человека, тоже немаловажен. Педагог, прежде всего, он оказывает на детей большое влияние своим примером, не пустыми словами, которые мы все время любим говорить, поучать. Потому что профессия учитель, она предполагает, что все время детей чему-то учить. Но когда ты своим поведением, своим отношением это показываешь, то я думаю, что дети видят это прекрасно, когда слова не расходятся с делом. Это самое нужное и важное. То положение, в котором в нашем обществе оказался учитель, было, наверное, недопустимо. Недопустимо, потому что учитель, который отвечает за души детей, но он должен был, наверное, в обществе оказаться, наверное, не на последнем месте. И отсюда и завести. И сейчас, наверное, может быть, обратили внимание на наше образование, может что-то изменится. Будем надеяться. Задача классного руководителя не только добиться от учеников положительной успеваемости, но и помочь им в личностном росте и выборе жизненного пути. На них больше ответственности, им приходится решать больше задач. Соответственно, это требует дополнительного стимула. Ближе всего к ученикам их классные руководители. Это каждодневная работа, связанная с воспитанием и обучением. И это требует особой подготовки. Роль классного руководителя сегодня возведена на уровень государства. И я думаю, это очень важный аспект. Сегодня у этих школьников общий праздник. У классного руководителя день рождения. Поздравляем! Поздравляем! Для них она уже действительно стала второй мамой. За каждого переживает, за каждым следит, чтобы он не отставал в учебе. У Зиата Лидаева на хорошем счету у руководства. Все ученики и их родители довольны ее методами преподавания. Для них она уже как родной человек. Это очень хороший педагог. Она умеет хорошо находить контакт с учениками. Умеет доносить до них основные мысли, идеи, которые она должна донести с учетом ее педагогического мастерства. Учитель не просто обучает детей. Он вкладывает в него всю свою энергию, всю свою доброту, всю свою силу. И это очень важно привести до страны, потому что не каждый может быть учителем. Необходима ли поддержка учителям со стороны государства оказывать финансовую поддержку? Разумеется. Это очень важная профессия, она должна поддерживаться, чтобы у людей был стимул учиться на педагога. Любой молодой человек рано или поздно становится перед выбором профессии. Многие ли из них в будущем захотят стать преподавателями? Так как престиж профессии, какой бы благородной цель она ни имела, зависит в том числе и от ее оплаты. Решение вопроса целиком и полностью зависит от руководства страны. Первые шаги сделаны и хочется надеяться, что и в дальнейшем увеличение зарплат учителям не снимут с повестки дня. Ведь посвятившие свою жизнь воспитанию подрастающего поколения люди должны иметь хорошую мотивацию. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В Махачкале завершилась первенство Дагестана по спортивной гимнастике. Соревнования прошли в школе спортивной гимнастики номер один. В состязаниях приняли участие не только дагестанские гимнасты, но и представители других республик СКФО. В частности, гимнасты из Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Почетными гостями турнира стали президент Федерации спортивной гимнастики Республики Дагестан Гажимурат Магомедов, замминистра по физической культуре и спорту Республики Олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков и двукратный призер Олимпийских игр Елена Продунова и другие. Красивое мероприятие, первенство Дагестана. Впервые в истории нашей республики проводится открытое первенство Республики Дагестан. Очень красивые детки, очень красиво все исполняют. На самом деле, очень красивый вид спорта. Сам по себе, очень много гостей приехало к нам, такие именитые спортсмены именно по этому виду спорта. Хажимурату отдельное спасибо за то, что их пригласил. Вот это развивает такой вид спорта. Я думаю, что для Дагестана как раз-таки нужен такой вид спорта. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова